МЧС выставил блокпосты в самых лавиноопасных горных точках. В Алматинском и Илья-Латаусском районах работают оперативные штабы Касселя защита. Во всех диспетчерских пунктах организовано дежурство специалистов. Аварийно-спасательные бригады тоже находятся в состоянии готовности. В МЧС подчеркнули, что мокрые снежные лавины практически не оставляют шансов для спасения людей. Отметим, на фоне оттепели местами сильные осадки наблюдались на юге и юге-востоке республики. Это стало главным фактором для самопроизвольных лавин. Так, в бассейне реки Хотор-Булах сошёл массив объёмом 400 тысяч кубических метров снега. 23 марта были зафиксированы сразу 15 случаев схода лавин. Ведомстве предупреждают, что они продолжаются, поэтому казахстанцам рекомендуют воздержаться от подъёмов в горы. В красную зону по угрозе паводков попали сразу 4 региона. В МЧС прогнозируют, что до конца недели талые воду могут затопить автодороги, населённые пункты в Кустанайской и Актюбинской областях, а также в городе Актубе. В Абайской и Восточно-Казахстанской областях из-за таяния снега ожидается подъём уровня воды и ослабление ледового покрова на реках. Возможны разливы, формирование таловых и склоновых стоков. По состоянию на сегодняшний день большая вода пришла в населённые пункты Кустанайской области, в том числе город Архалах, где затопленными оказались 20 дворовых территорий. В Усть-Каменогорске выявили массовые нарушения на водоканале. Предприятие штрафовали на 36 миллионов тенге. По данным Пресс-службы Департамента экологии, на момент проверки на очистных сооружениях областного центра не работали фильтры. В результате в вертыш попали соли, аммония, окислы цинка и нефтепродукты. Вещества считаются опасными и могут нанести ущерб не только природе, но и здоровью людей. Ведь ниже по Эртышу расположены крупные населённые пункты. По результатам анализа установлено превышение по выпуску номер 20, по аммонию солевому 1,2 раза, по нефтепродуктам 1,6 раз, также по цинку 1,7 раз. Нарушения очень серьёзные, потому что эти фильтры не работали в момент проверки. На водоканале с таким крупным штрафом не согласны. Более того, здесь считают, что экологи завысили нормы ПДК чуть ли не в два раза, а следовательно выросла и сумма иска. Предприятие пока не намерено погашать ущерб и будет отстаивать свои права в суде. Казахстан ратифицировал конвенцию о праве несудоходных видов использования международных водопотоков. Документ подписал президент Тухаев сообщает Пресс-служба Ахорда. Конвенция была принята Генеральной Ассамблеей ООН в 1997 году. Она подразумевает глобальный правовой механизм содействия справедливому и устойчивому управлению поверхностными и грунтовыми водами. Это касается как трансграничных рек, так и других водных объектов, географически находящихся в различных государствах. После принятия конвенции страны берут на себя обязательство принимать все меры для предвращения нанесения ущерба другим государствам при использовании международного водопотока на своей территории. Завершилось досудебное расследование по контрабанде грузовых автомобилей в Алматинской области. Об этом сообщает агентство по финмониторингу. Установлено, что преступная группа незаконно везла в Казахстан 45 грузовых автомобилей и прицепов, которые поставлены на учет с использованием поддельных документов. Ущерб государству в виде неуплаченных таможенных платежей составил 180 миллионов в тенге, а также регистрационного сбора на сумму 205 миллионов в тенге. Все материалы дела направлены в суд. Онлайн-кредиты казахстанцам будут выдавать после биометрической идентификации. Такое предложение на публичное обсуждение разместила агентство по регулированию и развитию финрынка. Если через Face ID не будет установлена принадлежность банковского счета или платежная карта, то микрофинансовая организация не сможет перевести деньги. Помимо этого, без распознания лица запретят вводить какие-либо изменения в личный кабинет или менять привязанный номер телефона. Отмечается, что при биометре обеспечивается защита от использования статичного изображения или видеозаписи во избежание подделки данных клиента. Международные сделки начнут работать по новым правилам. Президент подписал изменения в закон о трансферном ценообразовании. Пресс-служба Ахорда сразу уточняет, что пересмотрены механизмы определения рыночной цены товаров и услуг. Также введен контроль над трансферным ценообразованием на товарных биржах, так как раньше игроки могли занижать стоимость. Введен термин взаимосвязанных компаний, в том числе и с нерезидентами, чтобы аффилированные лица не смогли в сговоре покупать и продавать друг другу товары. Согласно ожиданиям, документ улучшит процессы, что позволит складываться справедливым рыночным ценам по международным сделкам. Это также предотвратит потери доходов в бюджет и сократит административные расходы проверяющих органов. Релаканты, проживающие в Казахстане, могут попасть в список Кремля по политическим взглядам, об этом пишет The LineSide. В Москве задачены из-за электорального настроения граждан России в нашей республике. По данным, экзит-пол 69% избирателей в Алматы проголосовали за Владислава Даванкова. В Астане релаканты и вовсе занимались уничтожением бюллетеней. По сообщению источника, Кремль намерен провести консультации с послом и генеральным консулом России в Казахстане. Будет обсуждаться вопрос создания специального реестра российских релакантов, где будут фиксировать политические убеждения каждого. Количество погибших в результате терактов в Кроку Сити-Холл возросло до 139 человек. Об этом сообщил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Спасатели уже практически полностью или на 90% разобрали обрушившиеся конструкции здания. Ожидается, что поисковая операция в Крокусе будет завершена сегодня, 26 марта. Как сообщает Интерфакс, накануне Басманный суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест еще троих фигурантов уголовного дела. В отношении двоих обвиняемых, Оминчона и Деловара Исломовых, а также подозреваемого Исруила Исломова, избраны меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 22 мая. Заседания суда по ходатайству следствия прошли в закрытом отслушателе режиме. Всем троим фигурантам, согласно картотеке суда, вменяется совершение теракта, повлекшем смерть человека в составе организованной группы. Ранее были арестованы четверо человек, которые после пыток признали вину. Генеральная секретарь УДКБ Манголита Смагомбетов прагментировала изданию РИА Новости «Теракт в Крокус-Сити-Холе». Он отметил, что терроризм напоминает диверсионные действия и используется в гибридной войне для того, чтобы спровоцировать недовольство властями или создать гражданский раскол межэтническую и межрелигиозную рознь. Тасмагомбетов заявил, цитата, «Это ставит перед всеми государствами-членами УДКБ задачу разработки эффективных инструментов противодействия этой угрозе. В этом вопросе есть сложности, так как до сих пор не выработано общепризнанное определение терроризма, что затрудняет координацию действий». Совбез ООН принял резолюцию с призывом к немедленному прекращению огня в Гази во время Мазана и освобождению всех заложников. За документ проголосовали 14 членов Совета. Одна страна – США – воздержалась. До этого Вашингтон трижды воспользовался правом Вета, проголосовав против. На принятие первой резолюции о прекращении огня в секторе Газа понадобилось почти шесть месяцев. Резолюции Совета безопасности являются официальным отражением мнения органов. Субтитры передавал DimaTorzok Власти Евросоюза начали расследование против Google, Apple, Meta и Alphabet. Как сообщается на сайте Еврокомиссия, IT-гигантов подозревают в нарушении нового закона о цифровых рынках, вступившего в полную силу на территории ЕС 6 марта. Комиссия проверит компании на предмет ограничения возможностей для разработчиков приложений, использования незаконных методов продвижения, а также личных данных для своих услуг. Брюссель также сомневается в деятельности Amazon, пытаясь проверить, не выставляет ли торговая площадка в приоритетные товары исключительно собственного бренда, тем самым ущемляя других производителей. Субтитры создавал DimaTorzok